Да, скажем сейчас. Кто-то пасет. Коров гонят мимо. Загнал. Это мы на Камагорихе. Сегодня убираем. Сказали заснять. Что убираете? Это тележка у нас называется. Тележка, тачка. Вот. Вот мешки стоят. Морковка. Ну, показывали, какая она большая. Одна морковка. Вторая. Ну, то по три ведерка как бы. Так, это капуста. Раз. Капуста два. Капуста три. Три. И три с половиной морковки. Ну, родилась все-таки. Ну, сильно попортил. Какое-то тут труженье было. Каждую морковку надкусил. Выгрыз. Вот так. Ну, сейчас вот кому-то из Устиновых у них есть поросята, козы, коровы. И вот собрали мы ботву. В две кучки. От Маваркови морковку. И четыре кучки набрали. Все, порубили специально, чтобы пришел. Можно было взять большие даже кучки капусты. Послали, говорит, козла капусту стеречь. А у него козы есть, у Леши. И вот отсюда вывод, что надо что-то кормить этого козлика. А вот свекла-то у нас. Ее ни мыши, ни крысы не ели, ни кротики. И она такая слабенькая нынше. Почему, непонятно. Вот она лежит. Тут все. Зато для готовки хорошо. А? Зато готовить хорошо из нее. Ну, закрылся козырьком-то, ничего не видать. Вернем. Это у нас бабушка была, Марфа Афанасьевна, и рассказывал. Я ходила, говорит, к соседям. Они с девчонкой дружили, а хорошо жили. Не как мы. Ну, и вот. Но она знала, что когда приглашают, сразу не надо соглашаться. Не показать, что сильно охота поесть. Марфунька, садись, они пельмени стряпали. Да, ладно, садись. Еще у нас своих нету, а своих-то как раз нету. И она ждала, третий раз пригласят. Ну, не хочешь, не надо. И третий раз еще. Они съели, когда все последние пельменты. Я, говорю, в стенки вышла, как разрыдалась. Она третий раз ждала. Ну, и вот все теперь рассказывает. Смешно ей. Сейчас Лешу позову. Позову. Подойди сюда. Эй! Алло! Подойди сюда. Подойди. Сюда подойди. Это вот мы зарядили, это все, это сеткой обтянули. Вот они идут, коровки. Коровки. Немного, но есть. А это дымок. Нехи-то идет. Мы в огороде убираем. Ты скажи своим, кому надо. Мы собрали морковную ботву отдельно. Две кучки. И четыре большие, довольно, кучки капусты. Некоторая капуста не дозрела, мы все ее туда свалили. Ты скажи Алешу, потому что, говорит, пословица, говорится, послали козла, говорит, капусту стеречь. А он съел ее, значит, он любит ее. Хорошо. Ну, договорились? Хорошо. А то нам идти туда. Пусть приезжает и все забирает. Капуста, правда, и листья там надо вместе в мешок. Так не утащишь. На палатке. Ну, вот я и хотел сказать тебе, с Богом. Как в деревне просто. Чужих нету. Две машины прошло сегодня по трассе. Ну, может быть, больше мы не видели. И уже вопрос, а к кому приехал, кто приехал. Гости. Вот свеколка. Мелкая свекла. Была свекла такая, в ведро не заложишь. Свекла у нас сахарная была. Всех выгоняли на работу. Всех полоть. А потом, когда она уже собирает ее, дорога теряет много, это подбирать уже можно. Потеряно, дороги никто не будет брать. А мы жили около железной дороги в Барнауле. Вторая строительная 62-16. Ну, и везут на поезде-то. А кто-нибудь залезет с платформы-то. Ну, и лопатой шауронет оттуда-то там полцентера на боку. Ну, и везде так. Ну, и я приспособился собирать. После волков, говорит, и воронью достанется. Ну, и все. Принесешь домой. Помыли. Решетки разные. И стал я их варить и сушить. Называется паренки. От пара. Вкусные. И из нее квас хороший получается. Она сладкая. И вот так, когда жили на дороге, жили, тоже чем-то питались. Ворованное никогда не брали. А тут встанешь, смотришь, то ли упало, то ли столкнули, то ли когда он дергает сотрясение платформы. На платформе. И внутри вагона. Вот так. У тебя еще мешок-то здесь. Мешка нету здесь. Ну, тут полмешка даже не будет. А я не очень к этой привязан. Свеклета. Она ослабительная. Так, ну что, собираю. А у вас мама эту капусту солила, она что-то добавляла туда? Не могу сказать. Валя знает, наверное. А вот матушка знает, ее мать, одну или две бочки. А бочки там, я не знаю, сказать ошибаюсь. Ну, ветер, наверное, 15. Огромные такие бочки. Да что там 15? Намного больше. Потому что отец там выпивал. Ну, не родной отчим-то. Ну, и приходили кто-то. Как мне одна писала, православная стала свидетельницей Юговой. Такая ревностная. Да, 84 года. Инвалид второй группы по зрению. А пишет мелко, красиво. Мы с ней списались. О, как там забеспокоились ее. Я ей выслал книгу, да, к истинному православию. Они ее заставили сжечь. Но она говорит, нет, я не дала. А к мужу приходят. Он не верующий. Ну, прям сатана. Внущенок совсем со мной согласен. Только начиная молиться, он, Сашка, иди играть в шашки. Ну, Сашка и шашка. И приводились пьяницы ходить. Ну, что делать-то? Я, говорит, ничего не стала на стол ставить. А одной капусты дам ему. И отвадила так. Такая открытая была. Ведь она ходила в храм. Вот об этом отец Андрей Ткачев и говорит. Миллионы ушли из-за нас. Они у сектантов узнали, кто такой Христос. Что он родился ради нас. Евангелие полюбили. Сектанты. Не мы. Нам рта раскрыть не надо. За первенство боремся. Хорошее такое у него слово. Ну, военный человек, бывший полковник. В этом вопросе он так диктует просто. Такая речь у него. И вот одна Марфа-то, это сказать, ходила к батюшке. И говорила, батюшка, я хочу узнать, а как это вот, пятая глава. Ты ходишь в церковь, хожу, причащаешься. Ну, что тебе еще надо? На исповедь ходишь, да? Ну, ходи чаще, исповедуйся, чаще причащайся. Прошло какое-то время, я, говорит, уже дочитал 23-я глава. А если уже до Христа дочиталось, считай, какой-то лоисково потерянный человек. Возврата нет. Он опять ее очихвостил. Ну, не сказал, чтобы ее, как Досифею, Дорофей наказал настоятелю. Придет спрашивать что-нибудь. Так ты ему задай порку хорошую, палка его, чтобы не спрашивал, что в Библии написано. Ишь, нашелся. Это житие святого Досифея. Молодой офицер. И так и загубили его. До 30 лет, видно, не дожил. А теперь святой Досифей, моли Бога о нас. Икона, прибавление ума, на уму проси. Ну, то есть комедию из веры устроили. И вот эта Марфа говорит, однажды стущаться в двери кто-то. Я вышла. Молодые стоят, две девушки, прилично одетые. А вы не хотели бы я изучать? Библию изучать, миленькие, проходите. Я вас давно жду. Она не знает, что это пришли, кто за ней. Смерть вошла в ее дом. Вот хочешь по-другому и понимай. И она все бросила. Отживо доказали. Иконы идолы. Никому не надо. Един Бог только обзывать. А вы богов наделали. Там молитесь. Никола, Георгия, Победоносцев. Я все это, иконы-то не сожгла, но спрятала, вынесли. Мне она все это пишет. А тот-то и лиферий-то, и священник-то, ему и нужды никакой нет. Ну, подумаешь, одна. Храмы-то пустеют. Пустеют. И 200 храмов, которые провозгласили-то. Это все для мусульман. Внизу под крестом полумесяц. Крест сломят в одну минуту. А полумесяц готовый. Все, мечеть. И вот она мне написала несколько писем. Бабушка, 84 года, инвалид по зрению. Вторая группа, это плохо видит? Я, наверное, сейчас не могу точно сказать, но, наверное, ссылок 40 на священное писание доказывает, что Христа любить надо. Вот об этом Андрей и говорит, батюшка Ткачев. Это я уже все попутно вспоминаю. Сначала-то с капусты. Капуста вот такое дело. Отводила их капустой. А у православных как? Ничего не знают, чтобы умел спорить, всех ненавидеть, никому не сказать, и чтобы в бороде капуста была. Еще и морду бить. Да. Такое вот дело. Это все про нас. Некоторые священники понимают, начинают вопить. Вот смотрю, выступают два священника, оба знатные. Там Островский. Беседует отец Олег Стеняев. Говорят о Петровом посте. Ни одного правильного слова не сказали. А вот Нерон гнал. Да при чем тут Нерон? Когда умерли-то в разное время. И когда пост установлен был, посмотри. Ни по датам, ни почему не сходятся. А для чего? Для проповеди благословения. Объявили пост, благословили, пошли на проповедь. Петров пост только для одного. Да проповедь. А этого нет. А это все историческое. Нерон был гнал. Павлу голову там отрубили. Петра распяли вниз головой. Стримглав называет. Ну ты сказал. Голова набита этими знаниями. Дальше-то как? А когда бы истину сказали, что пост Петров, для того, чтобы все вышли на проповедь, несли истинные Евангелия, эту радостную весть о воскресении Христа. Все. Ну, а ничего этого нет. То есть все где-то блукают, блукают в знаниях. Я смотрю, ничего нет. Да толстые, да разжиревшие такие. Не стыдно, ничего. С такой утробой перед народом выходят. Ужасно просто. Златоуст это высмеивает об этом. Об этом очень хорошо говорит Ян Гус. Скажет, да он не православный. Ну, да Златоуста возьми. Христа ведут на казнь, а у вас пьянок с вечеринки. Христос говорит, жажда. У вас губы красные от вина. Это Ян Златоуст все шерстит их. И им нужды никакой нет. И опять это все пойдет. Александр Глебович Невзоров-то об этом говорит. Я не хочу, чтобы вниз головой спускались колоколин. А все к этому грядет. Такое презрение. Вот дальше склад видать. Вот интересно. Вот на фоне. Это желтенькая березка. Но она не облетела. Она в низинке растет. А дальше ведетла вокруг. И она на этом фоне вот так, как мазком кто-то махнул. И вот коровник. Тут больше полвека никого нет. Там все заросшее было. А мы все там пошли. Володя вырубил это дело-то. И сейчас, ну, в случае чего там можно прям только крышу накрой. Окна вставь и коров держи. А при большой нужде так и люди дозимуют. Летом. Давай ведро. Свеколку нашу. А то свекла такая, как картошка. Да, картошка крупнее бывает. Почему она такая? То ли воды не хватило. Первый год такая свеколка. Ну и вот мы огородили тут. Вот видно, как. Я остаюсь от этого места. Не показывала ограда. Рабицы. И вот 87, кажется, метр. На 20 метров ширины. Тут садок. Теперь разгородили. Вместе будет и огородчик. Это все крапива была. Вот как вокруг растет. Крапиву корчевали-корчевали несколько лет. Напрочь одна крапива. Но она видна. Вот здесь огромные, огромные плантации крапивы. Вот сейчас я покажу. Гектары. Притом без продыха. Ничего нету посередине. Вот. Вот она какая. Ну, уже она очень фотогеничная. От орепейных путей. И вот дальше. Это вот вокруг все, что я показываю сейчас. Вот это вот. Стеной стоит. И там скрывается. Чуть не договорились. Это крапива. Крапива жгучая. Большая. И она была здесь. О. И там тоже на фоне этом. Около малаканки бывшей. Береза выросла. Ну, а это. А это что видать. Это бывший лагерь Стан. В степи на навозной куче. Что может быть круче. Надбог увиден даже крест. Вот он. Ветром наклонил. У нас тут второй крест на огороде. Вот он. И вот этот крест пробыл год или два в воде. Мы его нынче нашли. Там-то вытягивали другие это. И вытешили его. О, он высокий. Метров 10. Больше даже. Что-то мы мерил. Я вот 12, что ли. Да нет, не 12. Поменьше. Сейчас забыл. Вот. Тут тополь засох. А березки желтые. Золото на витрине, когда показывают где-то. Ну, там не золото. Что-то другое, может быть. Медное. Лишь бы желтое было. Ну, вот это все здесь сделали. А тут собрать можно. Одному. Показать. Огородчик можем еще не завязать. А, нет. Мы же сказали про ботву. Чтобы пришли. Вот, поливали. Сейчас погрузим вот это все на одну тележку. Увезем, нет. Это Камагорьеха. Так прозвали. Так по жителям, которые были. Рыжковый, Рыжковский пруд. Симаковский. Симаковы были. А потом тут все это по-новому потеряевка началась. Вот отсюда, видать, где будет сток. Сток воды должен был быть. Ограждение. Сделали, вода сейчас не протекает. Бобры все погрызли.